В Чебоксарах наградили победителей Всероссийского творческого конкурса среди мастеров народных промыслов. Он был посвящен столетию образования Чувашской автономии. Организаторами выступили Республиканский бизнес-инкубатор, Минэкономразвитие и Торгово-промышленная палата Чувашской Республики. Керамика, чувашская вышивка и резьба по дереву. Красочная экспозиция, пестрит многообразием идей. Творческий взгляд и кропотливый труд дают поистине удивительные результаты. Среди 60 мастеров как опытные, так и начинающие ремесленники. Победителем конкурса стала мастерица из Мариинско-Посадского района Ирина Ефимова. Она удивила жюри двухслойной вышивкой, дающей объемный эффект. Очень рада, но неожиданно получилось. Не ожидала, что первое место прям. Я выбрала исконно-чувашскую тематику, вид искусства, чувашская вышивка, национальная, ручная. Мне нравится, наверное, цветом, стилистикой, что геометрия своя, свои правила. Чебоксарка Ирина Федорова делает керамические изделия более 20 лет. Технология изготовления стара как мир. Вот только глина становится послушной далеко не в каждых руках. Гончар уверена, для того, чтобы получилось произведение искусства, в гибкий материал нужно вложить душу. Всегда мы к конкурсам готовим что-то новое, то есть из работы. То есть заново переосмысливаем, можно сказать, нашу чувашскую тематику. Листаем всевозможные источники. И всегда хочется что-то новое придумать. Вот в этот раз я придумала вот такие колокольчики. Использовала здесь чувашские орнаменты наши. На руку тоже образы. Тут птичка, здесь дерево. Но вот это полностью ручная работа. То есть он даже не на гончарном круге сделан, полностью слеплен руками. В конкурсе народных промыслов участвовали мастера из четырех регионов России. Кировская, Архангельская область, Мордовия и Татарстан. Эта взаимная связь, она, я думаю, очень значима и очень важна для мастеров. Работа очень на высоком уровне, очень профессиональная. Это очень-очень радует, потому что каждым разом мастерство растет. И поэтому тем гостям, которые приедут в нашу республику на праздник, на столетие, то можно будет выбрать достойные сувениры. И не будет вопроса, чтобы где найти, что найти. Это сувениров очень много и разных жанров. На празднование столетия чувашской автономии приедут много гостей. По работам мастеров и будут судить, как в республике хранят культуру и искусство своего народа. Рифат Ваткулин, Андрей Шоклев, Республика.